Я приветствую вас. Меня зовут Александр Зимин. И сегодняшнее видео посвящено рекомендациям Минздрава о профилактике коронавируса. Действительно важная информация, потому что она очень тускло освещена везде в прессе и в других источниках. Потому что профилактика важнее всего. Почему-то акцент сделан на перчатках, на масках. Но ведь же другие есть параметры. Орень витамина D и так далее. Сегодня будет об этом как раз речь. Итак, сегодняшние темы. Немножко об источнике коронавируса и немножко об эпидемиологии. Второе. Лекарства рекомендованы Минздравом для лечения. Третье. Побочные эффекты синтетических лекарств. Четвертое. Лечение коронавируса у беременных и жениц. Особенности и какие-то нюансы. Пятое. Методы неспецифической профилактики. Что самое главное. И вот этот пятый пункт, он важнее, чем маски. Он важнее, чем перчатки. Причем во много раз. Шестое. Хинин и назальные интерфероны. Итак, за основу я взял рекомендации Минздрава, профилактика, диагностика и лечение коронавирусной инфекции. Но это временные рекомендации. Они все время меняются. И в частности, хлорохин. В начале было много информации, что он будет внедряться, что он будет исследоваться. Но сейчас, как я понимаю, какой-то интерес угас. И постепенно все перешли на дексаметазон. Вот такая динамика быстрая в информационном поле происходит. Надо все это тоже подвергать осмыслению и обоснованию. Итак, коронавирусы. Это РНК, содержащие вирусов. Надо помнить, что здесь какая-то есть близость со вирусом СПИДа. И в то же время, если эффективные лекарства, которые защищают от малярии, следовательно, есть некие нюансы и особенности коронавируса, сближающие его с малярией. С простейшими. То есть, для себя я вывод делаю о том, что, может быть, это даже не вирус. Может быть, это даже не вирус, а некая такая комбинация синтетического вируса с какими-то другими формами. Но это чисто как предположение. Но вот с точки зрения эпидемиологии хочу сказать важную вещь. Я изучал эпидемиологию. И, соответственно, основной постулат эпидемиолога – это установление первоначального резервуара инфекции. Вот если этот источник не установлен, то вообще тогда о чем мы говорим? Если мы знаем, допустим, гриб птичий и так далее, мы называем его по источнику. От птиц и так далее. А свиной гриб, соответственно, мы знаем источник. Но здесь пока нет установленного четкого источника, мы не можем вообще ни о чем говорить. То есть он должен, по идее, называться мышиногриб. Или сейчас обнаружили от рыб, это рыбий гриб, да, получается. В смысле, рыбий коронавирус. Вот так вот. Поэтому такая тонкость и нюанс. Надеюсь, он в течение времени, конечно, прояснится для ученых и для обычных людей. Следующее. Пункт, посвященный лечению COVID. И в этих рекомендациях мы видим гидроксихлорохин, хлорохин, мифлохин и так далее. Вот эти синтетические препараты. И все бы было хорошо, однако для профилактики ведь они не подходят. Поскольку у них возникает кардиотоксичность. Я уже об этом и говорил, о кардиотоксичности. Из-за нее нельзя ее применять, вот эти гидроксихлорохин. И же с ним, да, для того, чтобы профилактировать коронавирус. Да, тут я как раз привожу пример вот этих рекомендаций. Здесь четко указаны противопоказания. Что нарушается сердечный ритм. Нарушается сердечный ритм. Но вот при чем здесь фитотерапия? И важная особенность ее заключается в том, что она может нивелировать вот эти побочные эффекты синтетических лекарств. Это ее колоссальное преимущество. Ее действительно большой плюс, огромный плюс. Даже имея высокую кардиотоксичность, применяя синтетические вот эти хлорохины и так далее. Можно сглаживать вот эти отрицательные эффекты. Если мы применяем фитотерапию в адекватных дозах. Также для лечения используются рекоменданты интерферон. Почему-то об этом вообще ноль информации. Но это действительно интерферон позволяет блокировать рецепторы на поверхности слизистой носа. Для того, чтобы не садился коронавирус на слизистые. Поэтому надо запасаться интерферонами. Следующая роль кардиотоксичности. Как я уже сказал, это основной ограничивающий фактор. И в плане фитотерапии, для того, чтобы блокировать эту кардиотоксичность. Возможно использовать растительные диуретики. И второе, кардиотропные препараты. Арджуна и Боярышник. Вот я хотел бы сделать акцент. Я много раз говорил о кардиотоксичности и так далее. Но просто в обычной консервативной медицине сложно понять, что вот эти осложнения от синтетической терапии, их можно снимать не другими синтетическими препаратами, а фитопрепаратами. Вот такая должна быть схема мышления. Этой схемы, конечно, у такого классического врача пока нет. Вопрос о том, как лечить, если коронавирус появился у беременных, у рожениц, родильниц и так далее. Ведь это огромная проблема. Представьте, что в это особое состояние женского организма запрещены все синтетические сильнодействующие препараты. Что тогда делать в этом случае? В этом случае, конечно же, надо переходить на фитотерапию. В этом ее и второй огромный плюс, огромный бонус в том, что она не дает отрицательных эффектов. Итак, допустим, если есть высокая температура, а при коронавирусе чаще всего так и бывает, то используются растительные салицилаты. Бузина черная, лист малины, таболга, каросина и так далее. Выбор достаточно большой. И второй факт. Помимо того, что большой выбор, еще можно между собой комбинировать разные растительные салицилаты. И тем самым, это синергетический эффект. Мы усиливаем эффект. Следующая профилактика коронавирусной инфекции со стороны Минздрава. Что советует Минздрав? Конкретно. Вот конкретный пункт. Первое. Это элиминационная терапия. То есть промывание носа солевыми растворами. Опять же, какая цель? Цель в том, чтобы не дать вирусу присоединиться к слизистой носа. Следующее. Местные использования лекарств, обладающие барьерными функциями. По сути дела, почти та же самая задача. Но здесь вообще нет объяснений, а что это за такие местные лекарства с барьерной функцией. Но для себя, как фитотерапевт, я понимаю, что это могут быть эфирные масла на слизистой носа. Выбор этих эфирных масел достаточно есть большой. И эти эфирные масла обладают прямым вирусоцидным действием. То есть они способны убивать вирусы. В том числе, конечно, и коронавирус вполне объективно. У него нет такой, ну, какой-то особой устойчивости. Это обычный вирус. Следовательно, на него будут действовать большинство известных эфирных масел. Следующее. Это своевременное обращение в медицинские организации при появлении симптомов. Очень такой непонятный критерий для профилактики. Итак, у меня складывается личное впечатление вот об этих рекомендациях в Минздравах. Некая есть хаотичность, некое нагромождение, какая-то смесь рекомендаций вместе какими-то домыслами и так далее. То есть четкой картины до сих пор ведь нет. Следующее. Рекомендованные схемы профилактики. Тут они расписаны более подробно для врачей, поэтому я здесь не буду долго останавливаться. Но могу сказать с большей долей вероятности, что вот эти осложнения у синтетических препаратов, их можно избежать, если мы применяем кору хинного дерева. И здесь вот в этом видео должна появиться ссылка на мое большое 25-минутное почти видео о хинном дереве. О алкалоиды хинового дерева и зачем они нужны. Все очень подробно, поэтому смотрите эти подробности в отдельном видео. Здесь я просто упомяну, что есть хлорохин. Это синтетический препарат. Он тормозит синтез нуклеиновых кислот в клетках и угнетает иммунитет. Вот здесь есть аналогия с дексаметазоном. Буквально самая свежая новость, то что дексаметазон при тяжелом течении способен блокировать действия коронавируса. И вот этого цитокинового шторма, который захватывает разные отделы легких, приводит к пневмонии. То есть здесь одинаковая точка приложения уменьшить воспалительные реакции роднит хлорохин и глюкокортикоиды. Вот это из моего презентации по хлорохину и хинину. Мы видим здесь, что они по своей химической структуре достаточно близки. И особенность, о которой я говорил в этом видео, что именно к хинину, к натуральному алкалоиду, во-первых, меньше побочных эффектов, а во-вторых, не возникает устойчивости. То есть вот эти два фактора, это действительно превалирующие факторы. Нет устойчивости, меньше побочных эффектов, и можно давать высокие дозы, не боясь за осложнение. В том числе, как я думаю, и при беременности, возможно использовать растительные алкалоиды, хинин. Вот какие есть на сегодняшний день биологически активные добавки с хинином. Есть также и спиртовые настойки, они тоже эффективны. Можно использовать просто молотый порошок в капсулах. Обязательно в капсулах, потому что хинин настолько горькая вещь, что обычному человеку ее просто так вот взять и съесть. Хинина просто так не получится. Все будет в слюне, в слизистых, и вы не сможете ее употреблять. Поэтому обязательно капсулу нужны. И следующий вот такой препарат, комбинированный. Каросины вместе с хинином. Причем это стандартизированный препарат. В принципе, очень хороший, комбинированный, с доказанной эффективностью. Главное, с известным механизмом, как это может действовать. И вот назальные формы интерферонов, они создают, мало того, что, ну, как бы они мешают, да, прицепляться к вирусу. Но еще вот местный иммунитет на слизистых. Это очень важно. Местный иммунитет, он выражается на слизистых в виде концентрации секреторного иммуноглобулина типа А. На этом презентация закончена. Вот я сделал обзор тех рекомендаций Минздрава, которые есть на сегодняшний момент. Здесь мы вспомнили, что хлорохин имеет много общего с дексаметазоном. Здесь мы освежили ту информацию, то, что натуральный, естественный алкалоид может быть прямым конкурентом всех остальных синтетических препаратов. И еще следующая очень важная вещь. Обязательно необходимо следить за уровнем витамина D, потому что именно вот это количество витамина D ответственно за способность иммунной системы сопротивляться к коронавирусу. Это доказанное действие. Это исследовано в статьях. Я не знаю, почему нет такой общей рекомендации от Минздрава. Ну, принимайте витамины, улучшайте свое питание. Почему-то таких общих рекомендаций нет. Почему-то маски, перчатки все уперлись только в это. Также важно применять разные формы цинка, которые повышают иммунитет. Также есть растительные иммуномодуляторы. И в моем блоге тоже много есть информации по поводу, какие иммуностимуляторы лучше, какие хуже, как это применять. Посмотрите, если вы интересуетесь в общих профилактических методах защиты от коронавируса для вас и для ваших близких. Надеюсь, информация была для вас новой, интересной. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу современных методов профилактики. Действительно, вот эти маски, перчатки, они помогают. Носите ли вы их? Действительно, может ли это помочь? Как вы думаете? Напишите.